доброго времени суток дорогие коллеги с вами конного анна старший международный директор компании фаберлик и в этом видео мы с вами поговорим о самой крутой а самой продуктивной коммуникации это конечно же первый звонок вашему новичку конечно же первый звонок это экономия времени вашего времени мы всегда должны знать с кем мы работаем примеров очень много различных когда по другую сторону телефонного звонка трубку берут снес и совсем неадекватные люди конечно таких людей можно время и не тратить так ведь вот поэтому конечно это экономия вашего времени во первых во вторых это получается экономия уже человека который у вас зарегистрировался мы должны уважать своего бизнес-партнера или покупателя с первых минут далее это конечно возникает доверие если вы ему позвонили раз-два-три то это вообще будет здорово и конечно вы сможете ответить на вопросы вживую ведь не секрет человек может запутаться и просто все выключить ведь частенько это у нас с вами было и давайте с вами разберем основной момент через что можно звонить конечно же можно звонить через сотовый телефон вайбер ватсап телеграм также есть функция звонка во всех соц сетях каких вы есть и также есть skype да skype это у вас будет с видео вконтакте в одноклассниках можно с видео можно без видео ну и самое главное мой вам совет если у вас не получается звонить или уже позднее время но вам нужно наговорить сообщение или еще что то то обязательно обязательно наговаривайте человеку голосовое сообщение и это голосовое сообщение она практически приравнивается к звонку что тоже очень-очень удобно давайте мы с вами обсудим самое основное звоночках самое главное это конечно же учитывать временную зону человека если вы зарегистрировать человека например через интернет то у него может быть разница 5-6 часов с вами и вы можете ему позвонить допустим у вас будет 11 часов дня а у человека может быть 6 утра и он будет нервничать если вы его наберете в это время и конечно же хорошего разговора у вас не получится второй момент это нужно обязательно быть тактичным если человеку неудобно говорить можно созвониться с ним позже или также отправить голосовое сообщение сказать что хорошо если вам неудобно я вам отправлю голосовое сообщение вы его потом прослушайте не ответите вот далее позиция конечно же у вас должна быть дающего вы лидер компании фаберлик компания фаберлик это мировое имя и конечно же нужно это проносить сквозь себя для того чтобы быть уверенным себе просто почитайте они да то есть вы все знаете какая крутая компания сколько на лет на рынке как она пережила ни один кризис и конечно вам должно быть легко и просто давать информацию людям про компанию если вы хотя бы один раз о ней почитали и так что же говорю своим новичкам я это конечно же хорошо выглядеть порядок на заднем фоне чтобы вы были не в халате если вы собираетесь видео сообщение посылать до или созваниваться через видео звонок если же вы звоните просто через сотовый телефон то понятно что это намного для вас будет удобнее вы можете уже выглядеть так как вам заблагорассудится так ведь и так минимум посторонних шумов да то есть что я сейчас имею ввиду мимо проезжающая машина около открытого до окна дети которые гуляют да там рядом или бегают прыгают дети да то есть какой-то грохот там на кухне там кто-то кушает гремят тарелки то есть абсолютная тишина ничего не должно перебивать ваш разговор с человеком вот далее конечно же обязательно сделайте под итог звонка да то есть это мой контакт пишите звоните обязательно мне в самом конце до разговора о самом разговоре чуточку позже поговорим пишите мне звоните наговаривайте голосовые общайтесь со мной так как вам удобно теперь я ваш наставник в компании фаберлик да то есть я вам раз могу рассказать про все акции про все подарки и дальше конечно же конец созвона всегда обязательно нужно говорить приятно было с вами познакомиться жду да там жду вас такой-то соцсети в которой вы договорились да и или было приятно вас услышать также хотелось бы дать вам пару советов будьте смелее звоните чаще чаще почему потому что самая лучшая коммуникация это все-таки голос это когда человек вас видит когда человек вас слышит даже если вы ничего не знаете то у вас есть ваш наставник если вам задал человек какой-либо вопрос и вдруг вы не знаете на него ответ это отличный повод созвониться второй раз сказать да конечно же я сейчас уточню и вам перезвоню вот это самое такое классно когда вы перезваниваете после обещания перезвонить у вас тогда создадутся более такие теплые доверительные отношения с человеком который к вам только что пришел далее вы знаете намного больше вашего новичка и это факт вы знаете все акции вы знаете все подарки и вам все равно есть о чем рассказать новичку что говорить да сейчас я с вами поделюсь своими наработками своими скриптами а вы уже будете думать применять их или не применять например доброго времени суток поздравляю вас с регистрацией говорим что я ваш наставник фаберлик буду сопровождать вас по всем вопросам и сейчас сообщу несколько важных моментов о компании и о подарках да то есть не забываем про 1000 рублей 1000 рублей она пролетит очень быстро данная акция а на этой акции можно сделать огромнейший товарооборот и выйти на огромные выплаты поэтому наши дорогие обязательно рассказывайте про 1000 рублей и про возможность от проинформировать всех подруг то есть первым делом я рассказываю о компании да то есть и о себе то есть я рассказываю что меня зовут аня кононова я замужем мама двух дочек вот если человек захочет он может рассказать сама себе то есть мы немножечко сближаемся в плане того что мы все-таки ну чужие абсолютно люди и мы немножечко сближаемся далее я рассказываю компании что это международная компания нам 22 года и мы имеем собственное производство и научную лабораторию с 34 патентами где продукция выпускается по всем гостам стандартам санпином и конечно же по стандарту gmp мы не тестируемся на животных и состоим в организации солнечный пес это помощь деткам с ограниченными возможностями а также состоим в организации эко это озеленение нашей природы и далее я уже рассказываю что также каждый год мы получаем много наград типа фифи рашен эвертс конечно все люди индивидуальны кто-то любит покупать много кто-то любит покупать мало кто так вам пришел на бизнес и купит у вас самый минимум но самое что волнующее всех людей это конечно же деньги и как можно больший доход и тут я конечно рассказываю вам как я считаю что все люди индивидуальны и скрипты на каждый случай конечно же не прописать это индивидуальные разговоры чтобы научить своих лидеров вы можете сделать очень просто или вы даете запись звонка своим людям до с которыми вот вы созвонили со своим новичком и вы даете запись новичка своему новичку который к вам пришел на бизнес это самое легкое это самое простое вот далее запись переписки обязательно нужно давать если вы переписываетесь и по каким-то причинам боитесь звонить хотя звонок это экономия времени и далее запись голосовых сообщений если вы общаетесь голосом это самое удобное живой пример для вашей команды очень важный и теперь после того как вы рассказали о компании я вам дала несколько советов вы можете рассказать о подарках о подарках человеку это обязательно про 1000 рублей про 1000 рублей я рассказываю очень легко и просто но также я понимаю что если он сделает заказ там да на несколько сотен рублей больше то он получит еще и акцию новичка поэтому я начинаю конечно же рассказывать про акцию новичка и говорить сразу же про то что у него спишется из заказа то есть сделали вы примеру заказ до на 3000 рублей у вас оплате будет 2000 рублей и в следующем периоде при втором заказе вы получаете уже акцию новичка это очень такой манящий момент люди все любят деньги все любят подарки вы согласны я думаю вы тоже любите подарок если же конечно человек пришел на бизнес я ему рассказываю что ему положенные данные подарки и он очень удивляется потому что нигде ни в одном магазине ни в одной компании такого нет мы с вами вне конкуренции и этим моментом нужно очень очень активно воспользоваться сейчас на данный момент и конечно же легко и просто я ему говорю что вы можете до зарегистрировать под себя допустим 10 человек до по 50 баллов и у вас уже вот такая-то такая-то выплата да то есть и люди уже начинают понимать к чему идти к чему стремиться и это очень такой важный момент когда вы показываете путь видения и как потом это все сделать да вот значит о покупателях 1000 рублей также я рассказываю полгода подарков стартовая программа хиты продукции да за 99 рублей также я рассказываю про акцию фаберлик клуб очень просто рассказываю то что вы делаете заказ вы видите в конце заказа баллы чем больше баллов вы оплатите до конца периода тем больше бонусов вам начислиться в следующем каталоге и вы можете их или копить или обменять если у вас заказы ежекаталожные то есть каждый каталог есть оплаченный заказ то они у вас не сгорают да то есть вот так вот так вот легко просто понятно я доношу суть человеку про подарки если же человек пришел на бизнес то это совсем другой подход нам нужно чтобы он научился сделать 50 баллов на первый заказ 50 баллов можно конечно же не говорить делать но ему бизнес-партнеру я всегда предоставляю все акции и все привилегии какие вообще есть компании фаберлик сверху вниз и так что же я имею сейчас в виду я сначала рассказываю про вип-программу потом я рассказываю про 50 баллов потом я рассказываю про акции новичка а потом я уже рассказываю про тысячу рублей да но тысячу рублей я проношу через все эти акции говоря им если вы оплатите заказ на 100 баллов то вам меньше на тысячу рублей уже платить это стабильно сейчас нужно каждому человеку говорить и так значит я ему рассказала про это про все и рассказываю что такое допустим вип-привилегии вип-привилегии это объемная скидка за структуру то есть это деньги которые они смогут списать со своего счета при следующем заказе далее это регистрации от компании фаберлик по вип-распределению далее это до 20 подарков по программе фаберлик клуб и конечно же набор стартовой за 99 рублей и также большее количество купонов карточек то что сейчас на данный момент используется то есть вы рассказали 30 секунд там допустим о себе 20 секунд о компании и потом вы рассказываете там ну примерно там ну где-то минуту-полторы именно о подарочках да чтобы человек у вас при разговоре не уставал дальнейшем как бы если 50 баллов то убирается возможность людей которые под вас будут компании регистрировать тысячи рублей остается объемная скидка за структуру также вы можете получать если под вами вот структура подарки по фаберлик клуб уменьшаются я так и говорю это будет до 10 подарочков и стартовая программа также у вас остается за 99 рублей далее я рассказываю про акцию новичка да то есть это подарок по акции новичка это тысяча рублей это два-три подарка по фаберлик клубу на следующий период если они будут брать от 5 бонусов до подарки ну и конечно подумайте сами для себя если в вашей команде 30 вип-консультантов кем вы будете всего лишь 30 вип-консультантов и вы уже будете директором до товарооборот 3000 баллов если в вашей команде 60 человек по 50 баллов то же самое вы директор 120 человек по 25 баллов вы директор поэтому никогда не лишайте возможности человека знать обо всех акциях это мой вам очень такой главный совет почему потому что очень часто бывают такие моменты когда она еще говорит а почему мне не рассказали я три каталога уже в компании я два месяца уже в компании а мне не рассказали что по вип-программе можно там получать продукт с 70 процентной скидкой да то есть и люди нас по опрекают и думают что мы не совсем компетентны в данном вопросе и совсем были не готовы к регистрации человека который действительно хочет получить все привилегии поэтому не бойтесь спугнуть новичка как очень многие говорят а наоборот наоборот все ему рассказывайте и предоставляйте ему право выбора и человеку вас выберет серединку если вы ему расскажете 100 баллов 50 баллов и допустим там 25 баллов да к примеру там минимальный заказ акция новичка то он все равно выберет или 50 баллов или акцию новичка вы должны это понимать что он не захочет может быть самый высокий уровень но он и не захочет самый такой вот мелкий где меньше всех привилегий за заказ да потому что все таки у нас выгодно поэтому не решайте за людей чтобы потом не потерять может быть своего бизнес-партнера или постоянного покупателя и конечно всегда помогайте пройти это уже на будущее советы всегда помогайте пройти второй и третий шаги стартовой программы это ну вот представьте сами себя в магазине пришли вы купили вы на пять тысяч рублей а у вас к оплате 4000 рублей ну ну вы сами понимаете что такого магазинах не бывает да то есть ты сейчас писалось и на второй заказ подарки по стартовой программе по выберли клубу и но это нереально такой в магазинах дай бог вам там дадут скидку там три процента да то есть вот тут очень важно вам самим прочувствовать сколько привилегий вы сами получаете от компании фаберлик далее конечно же хочется дать вам совет что даем новичку ссылочки на официальной группы компании фаберлик на все официальные группы там есть подписка подписаться вы можете да то есть проконтролируйте данный момент чтобы вашему новичку приходило все компания фаберлик очень нас с вами поддерживает самое главное нам самим состоять в этих группах и позвать туда новичка и конечно же наш канал youtube канал youtube работает только через gmail почту до google gmail кто как ее называют и можете попросить зарегистрироваться новичка на google почте и тогда он сможет подписаться на youtube канал и нажать колокольчик и все прямые эфиры по продукту по бизнесу и так далее он будет видеть все ролики которые выпускает компания он у вас будет видеть а это качество если вы научите своего новичка подписываться на youtube и на официальной группы компании фаберлик то и он своих новичков будет учить делать то же самое и это уже получается качество вглубь и вы с минимальными трудозатратами сможете на автомате строить свой бизнес зная что ваши новички оповещены обо всех акциях далее конечно же совет звонки очень важны звонки очень важны и если у вас очень когда же сказать если у вас очень много регистраций вы можете проводить планерки и давать записи в чат и о чем я сейчас говорю у вас есть чат от компании фаберлик у вас есть региональный чат от компании фаберлик туда можно добавлять своих новичков до группы можно добавлять своих новичков но у кого может быть очень хорошо получается рекрутинг или вы сделали какой-то крутой флешмоб и у вас появилось 100 регистраций то конечно лучше всего все эти 100 регистрации собрать в один чат собрать в один чат позвать их на вебинар и после этого после вебинара уже сделать запись данного вебинара сохранить и разослать каждому в личку чтобы они уже посмотрели обо всех акциях и привилегиях и тогда у вас получится что вам не нужно допустим ста людям звонить и общаться с каждым отдельно на одну и ту же тему это тоже очень хороший вариант если вас где-то видно где-то слышно в плане вебинара в плане марафонов в плане что вы постоянно в чате снимаете какие-то ролики обзоры то конечно созвон с каждым это не так важно если вы все это проводите если же вас нигде не видно и не слышно вы просто регистрируете людей просто даете им информацию то это очень длинный путь к сожалению и тогда вам нужны звоночки чтобы путь до директора до драгоценного директора вам обязательно ускорить ускорить мы сейчас с вами говорим именно о росте именно о хороших выплатах именно о деньгах которые вы получаете но еще больше будете зарабатывать и самое главное когда ваш новичок заходит первый раз на сайт faberlic . ком как он вводит код верификации у него выскакивает пуш уведомления галочка на официальном сайте хотите ли вы получать информацию о компании faberlic и вот тут конечно самый важный момент дать понять новичку что очень важно поставить галочку очень важно согласиться и тогда конечно ваш и человек будет добавок к вашим новостям к вашему обучению всегда проинформирован по всем акциям и подаркам ну что ж это все что я вам хотела рассказать спасибо вам за внимание я желаю вам удачи рост везения во всем вдохновение мы с вами в супер мега крутой компании супер мега супермаркетом всех поздравляю с тем что вы в новой компании с новыми достижениями с новыми возможностями и вы скорее всего сами видите как компания к нам классно с вами относится как компания ценит каждого покупателя каждого бизнес-партнера и как мы с вами легко и просто растем всем привет меня зовут маляка из раилова я бриллиантовый директор компании faberlic из города алматы казахстан сегодняшняя тема обучения у нас будет о постановке цели постановка цели это неотъемлемая часть обучения в нашей команде почему так потому что очень часто когда люди приходят и им задаешь вопрос для чего вы пришли чего вы хотите они говорят мы хотим зарабатывать денег мы хотим зарабатывать много денег но конкретно чего они хотят они не знают то есть они не знают конкретно 100 тысяч они хотят зарабатывать или 500 конечно каждый говорит чем больше тем лучше но цели так не работают для того чтобы ваша цель работала она должна быть конкретной сегодня я вам хочу показать это на примере когда вы говорите я хочу я хочу новую машину я хочу недвижимость я хочу квартиру в центре города это все хочу это все ваше желание а цели это когда я хочу квартиру которая там 70 квадратов в центре алматы стоимостью 70 тысяч долларов вот вот такая цель конкретная она будет являться вашей целью в первую очередь вы должны определиться со своей целью и обязательно ее записать для того чтобы ее их записывать заведите себе блокнот или вот такую вот тетрадь у меня она такая здесь я она разделена на разные разделы и здесь я указываю цели какие-то обучения какие-то благодарности все это неотъемлемая часть развития нашего подсознания именно с работы под подсознанием начинается наш рост и так какой же какие же бывают цели цели бывают жизненно важные это те цели без которых мы жить не можем в моем случае жизненно важной целью был определенный доход когда я пришла в компанию фаберлик я очень хотела зарабатывать 80 тысяч рублей 80 тысяч рублей казались мне тогда колоссальной суммой потому что мой доход мамочки в декрете это было детское пособие и я примерно получала около 8 тысяч рублей вот и представьте насколько сколько больше была та сумма которую я загадала но я знала что я конкретно эту сумму хочу потому что я понимала что в сетевом бизнесе можно зарабатывать очень много видеороликов которые говорят об этом я изучила очень много роликов и я поняла что я очень сильно хочу такой доход указала его и запланировала себе рост то же самое нужно будет сделать вам выбрать себе цель это может быть ваша финансовая цель говорят что нельзя ставить финансовых целей но я считаю что это неправильно финансовые цели долл можно поставить точно так же как если бы вы написали я хочу купить квартиру точно так же вы можете написать определенную финансовую цель сейчас на примере смартфона давайте рассмотрим как должна быть прописана ваша цель представьте вы бизнес партнер вы пришли в компанию работать в онлайне и вы хотите достичь результата но у вас телефон старенький и вам для того чтобы вы развивались активно и чтобы все программы работали хорошо вам нужно купить новый смартфон к примеру вы хотите самсунг с 10 плюс синего цвета это у вас конкретная цель конкретно хочу смартфон синего цвета моделью с 10 плюс дальше ваша цель должна быть измерима то есть вы должны знать сколько это ваша цель стоит примеру данный смартфон скажем стоит 400 тысяч тенге вы указываете что этот смартфон вы купите за 400 тысяч тенге она должна быть локально ваша цель должна быть локально вы должны знать где вы приобретете этот смартфон вы приобретете этот смартфон в таком-то магазине в таком-то городе и она должна быть ограничена во времени если ваша цель не ограничена во времени то она может быть достигнута намного позже потому что вселенная дает нам ответ по нашему запросу поэтому обязательно указывайте в какое время вы хотите получить данную вашу цель к примеру данный смартфон вы хотите получить уже через семь месяцев через семь месяцев вы хотите получить его вот ваша цель прописана это называется принцип кило то конкретное измеримое локальное ограниченное во времени вот так вот прописанные цели они обязательно у вас исполняться будут далее после того как вы уже определились с целью скажем вы определились целью смартфона давайте теперь приведем такой пример для того чтобы вам заработать на смартфон в компании фаберлик вам нужно выйти на определенный уровень что для этого нужно делать к примеру вы указываете уровень серебряный директор доход 400 тысяч деньги в месяц и указываете что что вам дальше нужно делать здесь уже мы переходим к этапу планирования планирование это когда вы уже планировать планируете пошагово что вы будете делать для того чтобы расти в нашей компании вам нужно рекрутировать то есть привлекать новых лояльных потребителей в свою структуру каким образом это делать к примеру вы указываете ежекаталожно на какой новый уровень вы дойдете и какое примерно количество новичков у вас и у вашей группы должно быть лично вы должны приглашать от 10 до 20 новичков чтобы за короткий период выйти на доход в 400 тысяч тенге сегодня мы с вами рассмотрим несколько несколько методов организации потока новых консультантов поток новых консультантов я организую через онлайн моя команда тоже организует через онлайн и мы сегодня рассмотрим самые простейшие методы развития в онлайне первое это рассылка сообщений в директ не путайте со спамовыми рассылками которые надоедливо попадают нам в корзину сейчас мы говорим о шикарнейшей акции которая компания faberlic для нас еще продлила до 9 каталога 1000 рублей каждому новому консультанту который приходит в нашу компанию бомбовая акция такой акции еще не было для того чтобы вы оповестили как можно больше людей в день вам нужно делать примерно 100 рассылок 100 рассылок с одного аккаунта сделать сложно поэтому учитывая ограничений там любой вашей социальной сети выбирайте количество аккаунтов возьмем пример пять аккаунтов с пяти аккаунтов день вы с пяти аккаунтов инстаграма к примеру вы в день высылаете около ста сообщений 100 сообщений содержанием привет забери свой подарок 1000 рублей по ссылке обязательно в ссылке указываете ваш контакт то есть вы должны быть доступны для этого человека который заинтересуется вашей акцией это может быть ссылка на ватсап это может быть ссылка в телеграм для какой страны какая какой метод связи удобнее такую такой метод связи и указывайте не указывайте регистрационную ссылку если вы укажете ссылку на регистрацию вашу первую линию наверняка человек увидев слова faberlic не узнав даже подробности вам не напишет поэтому указывайте свои контакты я бы указала свой ватсап потому что он более распространен в нашей стране а вы уже исходя из своей из своей страны указываете тот метод связи второй метод который можно использовать в работе в работе это работа с баннерами то есть вы делаете несколько страниц от десяти к примеру на которых есть вы ваша фотография будет всегда привлекать внимание тысячу рублей или пять тысяч тенге у вас на руках и фотография хочешь получить тысячу в подарок да к примеру к примеру вы можете выбрать другие тексты исходя уже из вашей фантазии и запустить такой такие вот баннеры программами или вручную на масс лайки то есть ставить массово лайки или делать массовые подписки такой метод работы тоже очень хорошо работают используйте и дальше вот к примеру вы разослали около ста сообщений в день вы получаете обратно к примеру две-три регистрации и если вы даже рекрутируете около десяти дней и 10 дней вы далее уже работаете со своей командой за эти 10 дней к вам в команду при придет не менее 15 новичков что делать с этими новичками из них конечно же не все активируются но большая часть хотя бы станут потребителями да получат свою скидку в 1000 рублей так вот с теми людьми которые у вас там два-три должны быть потенциальных партнера и далее у вас уже будут потребители с каждым из них вы можете провести беседу попросить его составить определенный список очень близких людей ненавязчиво и попросить его с этими людьми организовать ватсап или телеграм чаты на троих то есть вы ваш консультант и его знакомы в этом ватсап чате естественно ваш новичок он еще ничего не знает он еще не может объяснить всех преимуществ нашей компании а вы уже все знаете вы можете грамотно донести эту информацию и в этом ватсап чате вы уже досконально рассказывать обо всех акциях о фишках обо всем чтобы заинтересовало лично вас тому кого пригласили в этот 20 чат таким образом вы еще дополнительно поможете вашему консультанту организовать первый поток его новичков и далее обучите его методом работы вот такая вот грандиозная акция от компании идет сейчас и далее она будет идти и применяйте в работе приглашайте новых людей шикарнейшая акция такой акции нет нигде тысяча рублей в подарок 5000 тенге 1050 сон это очень здорово приглашайте людей увеличивайте свои доходы развивайте свои структуры всем спасибо за внимание пока пока добрый день дорогие коллеги меня зовут рида шалиманова я золотой директор из города уфы сегодня расскажу вам о методе который называется работа с каталогами или раздача каталогов что это за метод и как с ним работать какова система работы с этим методом и так давайте приступим значит первое как и в любом методе это подготовка к что нужно сделать для подготовки мы покупаем с вами 10 каталогов можете купить больше но стандартно 10 каталогов и оформляем их вот таким вот образом то есть первый каталог нужно обязательно пронумеровать здесь должна стоять цифра 1 2 3 так и до десятого номера и обязательно приклеиваем сюда текст сейчас я вам его прочитаю вот у нас написано фаберлик приглашает делать покупки и получать подарки оформляем дисконтные карты бесплатно скидка со следующего каталога будете писать скидка сейчас кэшбэк от 15 до 26 процентов дарим 1000 рублей на первую покупку и дисконтную карту вам выгоднее оформить через меня это мы пишем обязательно потому что выгоднее выделяем большими буквами почему потому что иногда люди нетерпеливые начинают подписываться через выберлик точка ком дисконтную карту вам выгоднее оформить через меня ждем вас по адресу можете написать адрес вашего офиса если его нет то пишите звоните по телефону номер телефона и ваше имя и сзади с обратной стороны тоже прописывать свое имя и номер телефона вот так оформляется каталог если у вас ну по какому-то случаю нету новых каталогов то берете с каталоги которые уже были в прошлых периодах и здесь уже пишется немножко другой текст да тоже нумеруйте для вашей более удобной работы привет я рекламный каталог познакомьтесь с моими продуктами обменяйте меня на подарки и дальше новый каталог вип-карта клиента плюс интернет-магазин скидка или кэшбэк от 15 до 26 процентов и ваше имя и ваш телефон это вот каталоги которые уже вышли которые уже прежних прежних периодов это вот каталоги далее хорошо будет если у вас будет маршрут движения каталогов он нужен для чего для того чтобы было удобно работать чтобы шла статистика и вы не теряли ни каталоги не своих клиентов или будущих консультантов маршрут движения каталогов первая графа это номер каталога пишите вторую графу отдала дату в какой день вы отдали кому где отдали тоже нужно будет записать графе когда забрала результат какое примечание имя концу человека которому вы оставили каталог и можете сделать графу с телефоном то есть вот это все будет у вас в маршруте движения каталогов для того чтобы потом был контакт с человеком которому оставлен каталог так это вот инструменты которые вы подготовили еще вам нужна будет ручка обязательно ну такая приличная красивая чтобы было представление о нашем внешнем виде да представление о нас как о бизнесмене ручка и хороший блокнот пусть будет не тяжелый чтобы вам его носить но чтобы он был действительно красивый и приятный чтобы было приятно него посмотреть далее внешний вид да ну это понятно начинают аксессуаров и заканчивая наши одежды это не должна быть потрепанная сумка там еще что ты это все должно быть ну вот все должно быть бизнесово так скажу далее следующее надо поработать над своими убеждениями над своим состоянием то есть когда мы начинаем какое-то новое дело у нас всегда бывает но особенно у новичков это какой-то страх это какие-то предубеждения поэтому нужно понимать что любое дело которое мы начинаем особенно это на касается новичков я вам делаю прививку нужно понимать что все и все что мы делаем всегда бывает в первый раз. В первый раз выходим на сцену, в первый раз идем раздавать каталоги, в первый раз рассказываем о нашей компании. Все бывает в первый раз. И не надо думать, что в первый раз может получиться прямо идеально. Поэтому надо идти и делать. Надо делать первый раз, второй, третий, пятый, десятый, сотый, тысячный раз. И вот каждый раз, чем больше мы будем делать, тем лучше у нас это будет получаться. Поэтому без никаких проблем на эту тему даже не думайте, даже не переживайте, идете и делаете. Потому что это очень легкий метод работы. И я уверена, что у вас все получится. Это по поводу вашего настроя. Еще хочу сказать, что те люди, к которым вы идете, они не знакомы. Мы обычно их боимся, да, но подумайте сами, что вы когда-то не были знакомы со своим мужем, когда-то вы не были знакомы со своей женой или со своей подругой. Поэтому всегда надо где-то знакомиться, всегда будет первый контакт. И именно с таким настроем вы сейчас идете раздавать каталоги. Это по поводу настроя. Дальше. Что мы еще делаем? Обязательно надо разработать маршрут, что мы точно знали. Вот мы же примерно знаем те места, где мы живем, тот город или тот район, в котором мы живем. Поэтому мы точно должны знать, куда мы идем. Во-первых, если вам, например, сегодня нужно идти, скажем, в поликлинику, ну, естественно, это в вашем районе, вы можете пройти туда пешком и заранее наметить, взять свои 5 или 10 каталогов, вы собираетесь, которые раздать маршрутную карту, все, что нужно, и пойти пешком и наметить, в какие магазины вы по пути зайдете. То есть 5 или 10 магазинов, в которые вы заходите. Это ваш маршрут. Если вы гуляете с ребенком, вы тоже с колясочкой там или как, вы тоже должны наметить маршрут и уже использовать и прогулку, и раздачу каталога. То есть вот это происходит все таким образом. То есть любое место. Вы можете, конечно, говорить, я сегодня буду работать с часу до трех именно работать, а можете делать все это по пути. То есть, как это сказать, внедрить этот метод работы в вашу повседневную жизнь и делать все по пути. Тогда у вас даже и времени не будет уходить на все это, еще отдельно не надо будет. Далее, значит, даже когда вы идете в магазин за продуктами, вы можете 5 каталогов раздать. Это мы с вами все понимаем. Далее, что у нас следующее. Итак, мы выбрали маршрут, взяли свои инструменты и пошли раздавать каталоги. Мы приходим в первый магазин, заходим. Ну, что сделать? Если вы идете первый раз, ну, выберите лицо поприветливое. Вы посмотрите там, если несколько продавцов, вы выберите того, кто вам больше всего нравится. Подойдите, скажите, здравствуйте. А у вас уже есть новый каталог Фаберлик? Ну, естественно, у 99% нового каталога не будет. Поэтому вы говорите. Он говорит, нет. Вы протягиваете каталог и говорите, это вам. Все. Практически на этом и все. Если человек взял каталог, значит, он его уже взял. Здесь уже все написано, но желательно, конечно, еще сделать анонс каталога. Желательно в этот момент еще проговорить ту акцию, которую беспрецедентную, которую объявила нам наша компания. Сказать, что если вы сделаете заказ по этому каталогу на 2000 рублей, то вы получите 1000 рублей в подарок от компании в оплату этого вашего заказа. Вам останется оплатить только 1000, а еще вы получите кэшбэк 300 рублей. Как вам наше предложение? Если это предложение подходит, то вы уже можете брать данные для регистрации. Да, все, что нам нужно. Может быть, второй сценарий. Человек может быть занят. В это время подошел покупатель. Тогда вы работаете по второму сценарию. Вы оставляете ему каталог, записываете в маршрут движения каталогов его имя, телефон, название магазина, дату сегодняшнюю, все. И спрашиваете, во сколько мне завтра лучше подойти. Если он говорит, я завтра не работаю, буду через два дня, вы в свою маршрутную карту записываете тот день, когда вы должны подойти за каталогом. Вот этот вот момент подойти и забрать, он очень важный, потому что раздать каталоги может любой. И это не проблема. Это мы раздаем и забываем, и оставляем и там, и там, и там. Но момент возврата, вот те, которые работают с каталогами, говорят, что самое важное все-таки пойти и забрать, да. И именно вот этот момент не упускаем. Потому что часто бывает, что придя раздавать каталоги, мы обнаруживаем, что клиенты достают там из-под прилавка, еще откуда-то наши будущие клиенты, каталог старый какой-то, говорят. Вот была девушка, оставила каталог, так и не вернулась. А у меня был большой заказ. Иногда даже листочки достают показывать записанными. Поэтому каталоги надо забирать. Это очень вот самое главное. Это, наверное, это дисциплина. Это, наверное, самое главное действие в этой нашей работе. Все, все мы записали, попрощались, все и ушли, да. Мы приходим в тот момент, когда они нас пригласили. Ну, там уже все делается очень просто. Во-первых, вы уже пришли к знакомому человеку, вы с ним уже вчера познакомились, вчера, позавчера, два дня назад. И, скорее всего, уже у вашего будущего консультанта уже есть заказы. И вы уже делаете ему деловое предложение, что вот у вас уже есть заказ. Давайте вот мы его доберем до 2000. Вы заплатите всего лишь 1000 рублей и получите то-то и то-то, да. Наш кэшбэк 15% в данном случае. И получите 1000 рублей на оплату вашего заказа. И получите еще там по акции следующего каталога у нас еще бонус-порошок. Тогда вы предлагаете заказ еще на 2500 рублей. Вот таким образом мы отрабатываем вторую встречу с нашим потенциальным партнером. То есть предлагаем еще в порошок в подарок. Это вот второй этап. То есть это когда мы уже пришли, отработали, забрали каталог. Теперь по поводу каталогов. Сколько их можно иметь? То есть вы можете купить 10 каталогов и за месяц, скажем, каждые 3 дня идет оборот каталога. И за 3 недели вы можете сделать 7 оборотов каталога, да. То есть 7 человек за 3 недели, каждые 3 дня вы отдаете этот каталог новому человеку. Один каталог побывал у семерых ваших потенциальных консультантов или клиентов. С этим, я думаю, все понятно. То есть 10 каталогов вам могут дать, вернее, вы можете отдать 30, 30 человек могут их получить. С этим понятно. Не надо 30 каталогов на 30 человек. 10 каталогов. И это наш инструмент, он стоит денег, поэтому забираем. Это очень важный момент. Потому что те, кто у меня работает с каталогами, очень часто жалуются, что вот я раздать раздаю, а забрать не забираю. Самый главный момент упускается. Это по поводу отдать и забрать. Значит, далее. Об отказах. Вот хочу тоже еще поговорить об отказе. Отказ – это не самое страшное в нашем бизнесе, да. Это должно быть, это должно случиться. Не могут все 100% у нас что-то, вернее, не могут все, если бы все 100% подписывались, мы были бы самые богатые люди на земном шаре. Не может быть такого. Есть люди, которые говорят «да», есть люди, которые говорят «нет». Поэтому к отказу относимся нормально. У нас есть лидер, который говорит, что «нет, это наша работа», «да», это наша зарплата. Сказали «да», отлично, вам сказали «да», вы заработали. Сказали «нет», вы сделали свою работу, пошли дальше. Работает статистика. В среднем из 10 розданных каталогов, из 10, 2 человека будут вашими консультантами, привилегированными покупателями, или просто они дадут вам заказ. Ну, вот они категорически, их не привлекает даже 1000 рублей, такой тоже может быть, к этому тоже будьте готовы. В этом случае они дадут вам просто заказ. Этот заказ – это ваш личный объем, 50 баллов, для того, чтобы вы получали бонусы, это раз. Для того, чтобы вы в Фаберлик Клуб получали подарки, это 2. Если будет 100 баллов, значит, это все, все привилегии ВИПа, плюс новые консультанты, которых будет вам давать компания за то, что вы находитесь в программе ВИП, да, за то, что вы делаете 100 баллов. Поэтому в любом случае метод раздачи каталогов, он хорош со всех сторон. Если идет подписка, значит, пошел рекрутинг, и у вас есть новый консультант. Если отказ и только заказ, то значит, у вас есть личный объем 100 баллов, да, или 50 баллов. Поэтому этот метод хорош со всех сторон. Теперь далее, что еще я хотела сказать. Сейчас наша акция ограничена, пока она будет до 9-го каталога. У нас есть с вами целых 4 каталога, да. 6-й, 7-й, 8-й и 9-й каталог, когда мы можем поработать по этой акции 1000 рублей. Это уникальная акция, мы не должны ее упускать. Мы сейчас должны, когда все растут, расти. Мы сейчас должны приглашать и использовать. Поэтому ни один день у вас не должен пройти без регистрации. Каждый божий день поставьте себе хотя бы одну регистрацию. Если вы будете делать 5 регистраций в день и правильно сопровождать, а методом сопровождения мы тоже будем обучать, обучаем на нашем марафоне, то, естественно, рост структур, он не за горами. И каждый раз надо помнить, что методы работы мы выбираем. Нам никто не навязывает их. Поэтому посмотрите, как он вам подходит. Вот у меня мой консультант Людмила, она работает еще у меня на пункте выдачи. И она утром идет на работу до 11 часов. В 11 у нас начало работы, она идет пешком. И по пути она раздает каталоги. Она начала работать где-то с объемом 600 баллов у нее было в этот момент. И в течение 6-7 каталогов она вышла на вице-директора на объем продаж личной группы 1500 баллов. Это вот все благодаря методу раздачи каталогов. Она сначала пробовала холодные контакты, сказала, мне этот метод не близок, он мне не подходит, не ложится на душу, я себя некомфортно чувствую. Стала пробовать раздавать каталоги буквально на первый-второй день. Она уже поняла, что это именно ее метод. Поэтому выбирайте свой метод, тот, который вам комфортен, который дает вам результат, по которому вам легко работается. Надо еще сказать, что этот метод не особо затратный. Да, 10 каталогов мы в любом случае можем себе приобрести как инструмент для работы. И действуйте. Действуйте каждый день. Каждый день раздачи каталогов. Каждый день обход своих будущих консультантов, будущих своих покупателей. Только так мы можем прийти к успеху. Только таким образом можно нарастить свою структуру. И вообще мы же знаем с вами, что колесо вначале раскрутить сложно. Да, нужно приложить усилия. Но это не такие прямо сногсшибательные усилия. Поэтому берем этот метод и работаем. Тестируем, пробуем. Желаю вам позитивного настроения, потому что это очень важно в данном случае. Желаю вам много новых лояльных потребителей, много новых консультантов лояльных и партнеров, которые будут строить с вами вместе бизнес. Всего доброго. Удачи вам. Роста и хороших больших бонусов. Добрый-добрый всем день. Я представлюсь. Меня зовут Татьяна Миронюк. Старший директор компании Фаберлик в открытом звании. Я живу в Беларуси, в городе Бресте. И сегодня я хотела бы с вами поговорить на такую тему. Рассказать именно тему рекрутинга. Это как телефонные звонки. На самом деле я очень сильно люблю телефонные звонки. Это мой основной инструмент. Конечно, мы работать тоже можем в социальных сетях, но именно телефон, когда слышим собеседника, когда собеседник слышит нас, когда он слышит наш голос, наш ритм, наше настроение. В общем, мы немного более располагаем тогда себя в общении. И человек немного быстрее раскрывается. Ну, давайте по порядку, да? Итак, друзья, где найти людей и вообще кому можно позвонить? На самом деле, конечно, это... Ну, первое, да, это наши родные, наши близкие, наши друзья, наши знакомые, друзья друзей. Может быть, вы где-то пересекались на каких-то мероприятиях, на каких-то днях рождениях, может быть, где-то в магазине. Мы все ходим покупать обувь, правильно? Мы все там какие-то ювелирные украшения, да, там, ну, какие-то бутики, магазины. Здесь тоже можно брать на заметочку, да, просто войти, ну, к примеру, да, войти в дискуссию с нашим продавцом, либо с человеком, которого мы встретили, и постараться, ну, сразу телефон, сразу говорю, не стоит у таких людей брать, но хотя бы найти в социальной сети и просто сказать, что, ну, там, вы мне приятны в общении, давайте, чтобы не потеряться, вот, я вам там напишу, найдемся и так далее, да, для того, чтобы хотя бы у нас человек был в социальной сети. Потом вы уже в любой социальной... Найдете этого человека, напишите ему, спросите, как дела, посмотрите страничку его, найдете общие темы, вы видите, сразу ему телефон свой можете написать, да, то есть, и попросить его, что, слушай, давай пообщаемся, да, и вот, напиши свой номер телефона, рада, буду с тобой пообщаться. То есть, это те люди, с которыми мы общаемся, с которыми мы каждый день видимся, может быть, не каждый, может быть, вы виделись вообще единожды и увидели его тоже в соцсети, этим людям можно звонить, и я даже больше скажу, что нужно. Где еще, да? На самом деле, наш список, он может пополняться каждый день. К нам очень много приходит новичков. Новички у нас приходят, как правило, да, либо на дисконт, либо на бизнес. И уже из этого исходя, именно у наших новичков, я беру рекомендации. Это основной, так сказать, резерв, основной резерв телефонных звонков, где их можно взять. Значит, когда к нам приходит новичок? Давайте разберем на примере дисконтного покупателя. То есть, к нам пришел дисконтный покупатель. Что мы можем ему предложить? Конечно же, мы расскажем обо всех акциях. Ну, это естественно, да. Тем более, сейчас идет акция в 1000 рублей в подарок. Вот, и с этой акцией очень круто и классно работать. Что мы можем сказать дисконтнику? Мы можем просто его попросить, что слушайте, там, допустим, Мария, вот вы с удовольствием воспользовались акцией. Я уверена, что среди ваших близких, родных и знакомых найдутся люди, которые также захотят сэкономить, получить качественный, шикарный продукт и еще поучаствовать в нашей акции. Вы подумайте, кто у вас есть. Вот возьмите просто телефон, да, и вы можете предупредить человека, что ему будут звонить, да, что будет звонить менеджер из компании Faberlic, либо вы можете не предупреждать. Тут мы человеку даем два варианта, потому что кто-то может предупредить о том, что могут ему звонить, а кто-то, ну, постесняется или не захочет, чтобы его имя озвучивали. Значит, если человек может предупредить, да, то желательно заранее нашему новичку-дисконтнику дать такой шаблончик, да, чтобы он сам не прописывал текст, а чтобы текст уже был прописан, вы ему могли сбросить. Текст может быть таким, там, слушай, там, допустим, Лена, я участвую в шикарной акции от компании Faberlic, где дарят, там, 30 белорусских рублей, тысячи российских рублей в подарок. Вот, я дала твой номер телефона, тебе на днях менеджер позвонит и все расскажет. И когда вот этот шаблончик прописали, дали нашему новичку, новичок посмотрел список, сделал, не нужно звонить, сделал рассылку в Вайбере, либо в какой-то соцсети, либо смс-кой отослал, и вам написал уже номера телефона, по которым вы и будете звонить. Вот по таким предупрежденным номерам очень просто людей даже приглашать и в бизнес, как и в бизнес, так и на, именно на акцию, да, на акции, которые нам дает компания. Вот, если человек не хочет, да, ну, просто, действительно, он не хочет, чтобы знали его знакомые, что он дал номер телефона, что вы делаете, просто просите у него, и вы даете стопроцентную гарантию о том, что вы не скажете, что звоните именно от этого человека. И при звонке вы просто можете сказать, что добрый день, я вам звоню по рекомендации, компания Фаберлик, я буквально на минуточку, у нас потрясающая акция для вас, вот, у нас в подарок идет 1000 рублей, и вы уже свой текст, да, заранее подготовленный прописываете. Соответственно, такой звонок занимает 2-3 минуты. Это очень просто. Если человек предупрежден, да, вот, именно даже от покупателя дисконика, то здесь уже немного разговор становится проще, потому что человек ждет звонка. И когда мы звоним, говорим, добрый день, меня там зовут Татьяна Миронюк, такая-то, такая-то, менеджер компании, либо директор, да, кто вы там в каком, ну, в принципе, это не столь важно, я менеджером представляюсь, иногда директором. Вот, я говорю, вас предупреждала Мария, что я буду звонить. И уже человек говорит, да, она мне там что-то писала. И здесь, друзья, здесь вы делаете свое уникальное предложение. И вот здесь, как правильно его сделать? Вы можете человека пригласить на бизнес, а можете пригласить на дисконт. Я, как правило, всегда, друзья, всегда приглашаю, первое мое предложение, это на бизнес. Я должна дать человеку и рассказать возможности компании, возможности то, что человек может здесь работать. И я всегда говорила, говорю, что тема денег, дохода, дополнительного дохода, мы все работаем, работали, будем работать, то есть эта тема была всегда актуальна. И когда вы звоните, вы можете сделать вот это предложение на бизнес. Именно по поводу бизнеса рассказать, да, тем более человек, он предупрежден. Вы можете начать как? Вы можете начать с акции. И желательно, да, то есть человек-то предупрежден у нас по акции, что вот я звоню, это я вам звоню, как я сказала, да, допустим, от Марии, у нас замечательная такая акция проходит. Рассказали, спросили у человека, хотел бы он воспользоваться данной акцией. И тут вы уже слушаете, да, то есть тоже важно слышать. Приобретал продукцию, где-то спрашиваете наводящие вопросы, да, пробовал ли человек продукцию. Ну, то есть текст, как я говорю, должен у вас быть прописан заранее. Вот. И здесь уже, когда вы рассказали про акцию, вы можете сделать свое предложение все-таки по бизнесу, да, и спросить, послушайте, может, вас все-таки интересует тема дополнительного дохода, может быть, вы бы хотели попробовать сотрудничать с нашей компанией, рассказать человеку о том, что сейчас это все возможно делать через интернет и телефонные звонки, что это не обязательно выходить из дома, там проводить живые встречи. То есть сейчас 21 век, сейчас много возможностей, и вот уже, конечно, заранее подготовленный текст, он у вас должен быть. Вообще, друзья, я всегда работаю с распечаткой, хотя на самом деле у меня уже в голове прописан этот текст, да, я его несколько сотен раз однозначно проговорила, но тем не менее у меня всегда лежит распечатка, я где-то могу отвлечься, либо какой-то телефонный звонок, и чтобы мысль не сбивалась, я рекомендую вам распечатать и просто научиться красиво читать. И разберем тему наших бизнес-партнеров, то есть если с дисконтными покупателями мы тут уже может человек дать, мы тут просим, то когда дисконтный покупатель может дать контакты, а может и не дать, то уже если это бизнес-партнер, тут уже дело совсем по-другому. Здесь мы ставим перед фактом, здесь мы ставим ему задачу, что тебе необходимо просмотреть свой список телефонных, в телефоне, и дать 10 рекомендаций, и обязательно предупредить, и предупредить именно о том, что ему буду звонить по поводу подработки, по поводу работы. Текст может быть тоже, вы можете вальгировать его, как вам нравится. Ну, приблизительно могу поделиться своим, что там вы даете также готовый текст вашему новичку-бизнес-партнеру, для того, чтобы он сделал рассылку по своим знакомым, дал вам контакты, и вы уже по этим контактам опять делаете свое уникальное предложение. Приблизительно может быть так, что привет, слушай, вот у меня есть там знакомая предприниматель, предлагает хорошую работу-подработку, вот на днях позвонит, все расскажет. Я дам, и либо дала свой номер телефона. Вот, все, человек это выполнил, у вас есть список рекомендаций, 10, кто-то дает 5, кто-то 7, кто-то 15, все по-разному. Я говорю в районе 10, вот, и уже этим людям вы начинаете звонить. Конечно, друзья, вначале будет тоже где-то страшновато, но поверьте, когда вы сделаете своих первых там 10-15 звонков, вам это понравится, потому что вы почувствуете экономию своего времени. И, конечно же, когда вы звоните на бизнес, делайте свое действительно уникальное предложение, рассказывайте о компании, рассказывайте о том, что мы работаем, как я сказала, в интернете, да, то, что мы развиваем больше уже интернет-индустрию, вот, то, что у нас огромный ассортимент, вот, что мы работаем по-новому и так далее, и тому подобное, можно так сказать. Вот, поэтому обязательно предлагайте, вы сделали свое предложение, вы сказали сроки обучения, вы рассказали приблизительно доход и в какой период человек может получить, да, вот, вы рассказали немного, что предоставляется обучение, да, то есть у вас система должна быть поэтапно выстроена, и обязательно наводящие вопросы на то, хотели бы вы себя в этом попробовать. И если человек говорит, да, все супер, находите опять в соцсети, добавляйтесь, берите данные и уже дальше работайте с новичком. Если же я подумаю, обязательно сбросьте какое-нибудь дополнительное видео, видео о том, суть бизнеса, да, либо видео вашего проекта, возможности, и дайте какую-то информацию, может быть, у вас есть сайт рекрутинговый, о том, чтобы человек почитал, но обязательно потом еще спросите. Либо напишите, да, обычно я в Вайбере сбрасываю информацию, что, может быть, вы все-таки решили попробовать, да, что скажете насчет моего предложения. Либо тоже позвоните, еще раз пообщайтесь. Друзья, как правильно вести разговор? Очень просто уверенно. Конечно, это грамотная речь, без всяких там заиканий. Вы вот как одели бронежилет, да, вот на себя, и все. Вот вы просто четко уверены, потому что вы даете возможность. Если вы будете так тихонечко, очень, очень тихо, да, то у вас человек даже слышать не будет. Вам нужно дать, подать себя с такой позиции, заинтересовать человека, поэтому это должно быть все четко, и это придет к вам обязательно с опытом. Просто нужно делать, делать и делать. Конечно, звоночки каждый, каждый день. Как получить положительный ответ? Это вы уже располагаетесь, себя, да, вы должны, у вас такой голос должен быть, и, конечно, это отработка возражений. То есть, если человек где-то сомневается, либо еще что-то спросить, почему сомневаетесь, а что? И тут человек будет, а, я там уже пробовал, да, либо мне сказали, и вы здесь уже начинаете отрабатывать, действительно отрабатывать возражения, но это уже другая тема. Вот, поэтому, друзья мои, вам такое задание, можно сказать, это взять рекомендации. Возьмите рекомендации у своих потребителей и у своих новичков, дайте им шаблоны текста, для того, чтобы они могли сделать рассылку своим знакомым. Соберите эти рекомендации, составьте свое собеседование, уникальное свое предложение и начинайте звонить. И таких звонков вы должны делать не менее трех. Желательно, если честно, до первой регистрации, даже если вам понадобится 10 звонков, либо 20. Все по-разному, все индивидуально. Вот, друзья, я надеюсь, что я была вам полезна, и я желаю всем огромных, огромных успехов в работе. Добрый день, коллеги. И сегодня у нас тема «Как легко и быстро рекрутировать на промо-стойке с акцией в 1000 рублей от компании «Федерлик». И, конечно же, самое первое, это нужно определить, где будет стоять наша замечательная промо-стойка. Будет ли это несколько квадратных метров арендовано в торговом центре, либо это будет прилегающая территория вашего пункта выдачи, либо пункта выдачи, где вы обслуживаетесь, договориться с владельцем, потому что все-таки привлечение новых покупателей это очень выгодно и для самого владельца пункта выдачи. Либо это будут какие-то спонсорские программы через договоренности в администрации, городские ярмарки, то есть места скопления людей. То есть договариваемся и устанавливаем промо-стойку и работаем. Мы работаем и на сабантуях, и на всех мероприятиях городских. Уже много-много лет мы везде, везде рекрутируем, везде ставим свою стойку. Нас прекрасно все знают и отлично на нас вообще реагируют. Иногда даже администрация звонит уже нам сама. Итак, определились с местом. Подготовка, конечно же, не обойдется без того, что нужно заказать огромное количество БУ-каталогов. То есть для того, чтобы их можно было свободно раздавать. И, конечно же, актуальные каталоги обязательно тоже. Итак, мы прикрепляем вот такую вот тысячу рублей к БУ-каталогу. Обязательно подписываем этот каталог для того, чтобы у вас был, куда могли обратиться ваши новые клиенты. Расписываем акцию про тысячу рублей и в принципе все готово. Но нужно обязательно позаботиться о своем внешнем виде. Обязательно должно быть очень хорошее настроение. Настрой должен быть великолепным, потому что это все-таки живое общение и люди считывают ваше внутреннее состояние, ваш настрой на сегодня. Это должна быть обязательно чистая голова, обязательно чистая обувь. Потому что вы даже сами к неопрятному человеку будете недоверчиво относиться. Если человек выглядит так, как вам нравится, соответственно, у вас более к нему доверительное отношение. Поэтому всегда не забудьте посмотреться в зеркало и посмотреть, взглянуть на свою обувь. Итак, когда все готово, есть каталоги, есть место, куда вы определились выходить, есть точное понимание с кем вы выходите одна, либо это ваши консультанты, либо это ваши наставники. Уже определяем время, скольки до скольки мы это будем делать, потому что огромное количество времени потом уходит на обзвон этих контактов, которых мы собираем. Итак, у нас есть такой скрипт, скажем так, добрый день, я представитель компании Фаберлик, у нас проходит акция 1000 рублей в подарок каждому покупателю новому и даем наш каталог. Если человек останавливается, реагирует на ваше обращение к нему, вы начинаете ему демонстрировать каталог, заранее делая закладки на определенных линейках, то есть уходовая линейка, парфюм, одежда, бытовая косметика, у вас должно быть все заранее подготовлено. Вы демонстрируете ему каталог, подбираете заказ на 2000 рублей как минимум и объясняете, как работает акция. Тут же оформляете заказ и, конечно же, разъясняете ему, как он может этот заказ уже оплатить. Вот при таком подходе будет максимальное количество новых консультантов заказом в день. Вы можете делать по 10 регистраций как минимум, если у вас это стойка, арендованная на постоянной основе, если это не какое-то городское разовое мероприятие, которое проходит не так часто. Итак, конечно же, нужно завершить сделку, сделать заказ совместный и объяснить про оплату. Но если человек не отреагировал на вашу фразу, вы просто улыбаетесь и он уходит с вашим каталогом, с обратным контактом, с разъяснением про акцию 1000 рублей, вот с таким купоном, забирает его с собой. Очень многие потом отзваниваются и, конечно же, в разговоре уже вы доводите клиента до заказа. Если вы уже не просто консультант, если у вас есть хоть небольшая команда, вы можете сделать этот рекрутинг массово, то есть создать чат и в этом чате, чтобы люди делились, куда они установили стойку, куда они сегодня входят на холодные контакты, сколько каталогов закупили, как они сегодня выглядят, сколько у них регистраций, сколько регистраций с заказом, то есть создавать внутри чата определенный такой драйв, динамику и особое настроение, где будут ваши лидеры, ваши консультанты делиться своими регистрациями и, конечно же, объявить какой-нибудь подарок для лучшего рекрутера. Это мы практикуем на постоянной основе. У нас не бывает каталога, чтобы было менее 100 консультантов, а, конечно же, с акцией в 1000 рублей эти цифры гораздо больше. Желаю всем успехов, холодные контакты на стойке работали, работают и будут всегда работать. Живое общение это очень круто, поэтому желаю всем удачи, успехов и огромное количество регистраций с заказом.